Приветствую вас, дорогие друзья! Скорей заходите на форум добра! Форум добра – площадка для обмена опытом, база для появления новых идей. Как сделать чью-то жизнь лучше и интереснее, разнообразить свою, задают вопрос школьники и молодежь. Сами отвечают, предлагая варианты реализации. Взрослые их поддерживают, понимая потребность общества в этой мощной силе. 2018 год у нас в принципе очень результативен со стороны проектов. В феврале подведены итоги всероссийского конкурса «Хочу делать добро». Там мы взяли 9 грантов, наши ребята. Это конкурс среди физических лиц, 9 добровольческих проектов Кировской области. Получили поддержку по общей сумме 1 250 000 рублей. И по количеству поддержанных проектов мы заняли второе место в Российской Федерации, уступив только Москве. Я думаю, это такой хороший результат. У нас в этом году большой пул проектов на региональном этапе конкурса «Доброволец России». Это такой ключевой проект года «Добровольцы». И в этом году в Кировской области 178 заявок на этот конкурс. Если сравнивать с 2017 годом, там было всего 50 заявок. Вахрушевская школа сейчас у нас имеет статус окружного центра по развитию добровольчества. Их таких 8 в Кировской области. И поэтому впервые на нашей территории проводится такой форум. У нас будут образовательные площадки. Причем программа для школьников и для педагогов пойдет параллельно разная. То есть педагоги будут присутствовать на площадке социальное проектирование, где будет происходить защита проектов уже действующих, либо планируемых в муниципальных образованиях. Школьники пойдут по различным точкам вертушки, скажем так. Это игра, социальный спектакль, акции и информационный интенсив. Добровольчество – поле для деятельности. Работать можно в любом направлении, используя при этом совершенно разные инструменты. Берем, к примеру, социальный театр. Актеров как раз из числа добровольцев. Люди одного социального статуса, возраста и материального, допустим, положения рассказывают о той проблеме, которая их волнует таким же точно людям. Не просто рассказывают, но и показывают, как можно выйти из конкретной ситуации. Одна из особенностей социального спектакля – это обсуждение. То есть ребята смотрят спектакль, а после этого непосредственно с героями спектакля они обсуждают ту проблему, которая есть. Об этих и других инструментах и технологиях расскажут в рамках образовательного форума «Новичкам», которые желают пополнить ряды волонтеров. Я хочу что-нибудь новенькое узнать, интересное для себя и пообщаться с новыми людьми. На форум собрались команды четырех муниципалитетов – Слободского, Города, а также Слободского, Нагорского и Белохолуницкого районов. Интересен волонтерский опыт соседних муниципалитетов. И мы сегодня привезли наш проект «Дорогие мои старики» о том, как наши дети помогают жить, именно не выживать, а жить нашим пожилым людям. Мы участвуем в «Аллее памяти» в концерте «В дом». Концерт «В дом» – это конкурс, где мы заходим к труженикам тыла, которые уже по состоянию здоровья не могут выходить из дома. Мы и мой класс делали уже пять таких концертов. Нам всегда рады. Мы занимаемся абсолютно разной деятельностью. Это какие-то организации концертов, мероприятий, это помощь пенсионерам или каким-то фондам. На протяжении всего дня в районном центре культуры и досуга проходили мероприятия. Всего в образовательном форуме приняло участие около 200 добровольцев.